Местом для старта выбрали индустриальный микрорайон. В каждой команде получилось по пять автомобилей. Водитель проходит отведенный ему отрезок пути и в точке Б передает эстафету другому. Рядом находится инструктор по вождению. Он выполняет роль судьи. Многие водители уже привыкают ездить и правила дорожного движения не соблюдают. А ездят так, как ездят все, по понятиям. Задача Евгения – проследить за действиями водителя, исходя из дорожной обстановки. В руках у инструктора таблица штрафов, куда он вносит факт нарушения, если такое происходит. По сути, сегодня участники эстафеты снова сдают экзамен по вождению. Но именно этот фактор стал для них наиболее интересным. Я как запасной вариант, но мне интересно. Вот ехать быстро – сложновато. И дистанции боковые многие не соблюдают. Это очень тяжело, когда водитель не чувствует свою машину и занимает очень большую полосу. Во-первых, разнообразить свою жизнь, во-вторых, себя проверить очередной раз. Денис в последний раз заглядывал в правила в 2018 году, когда сдавал экзамен для получения категории Е. Передвигается он в основном по Новосибирску. В Искитиме ездить проще. Говорит, здесь на дорогах меньше наглецов и новичков. У нас, в принципе, в России много начинающих водителей, которые, ну, скажем так, очень осторожно ездят, аккуратничают. Ну, это может быть плюс, но на пробки это сильно влияет. А вот инструкторы уверены, что, несмотря на скромные размеры города и простую автомобильную сеть на Искитимских дорогах, ловушек хватает. Установлены знаки таким образом, что не видно сигнала светофора своевременно. Очень высоко, либо очень некрасиво. Пешеходные переходы плохо просматриваются и плохо освещены во многих случаях. Состояние дорог оставляет желать лучшего. Колея очень опасно двигаться, особенно начинающим водителям. Новая дорога, идущая, литейная, да, я так понимаю, линейная. Линейная, которая от вокзала. Постоянно чистят, но... Маршрут охватывает почти все микрорайоны Искитима. Как говорят организаторы, на этой эстафете марка автомобиля играет второстепенную роль. Все, в принципе, просто. Мы едем отдыхать, как-то заниматься спортом, опять же, на том же автомобиле. И все это мы должны делать безопасно. Это динамика нашей жизни, это скорость. Все равно она присутствует в нашей жизни. И без этого никуда. Вот я считаю так. То есть, стимул людям ездить по правилам, не нарушать, но быстро. Время прохождения дистанции командами почти одинаковое, с разницей в 4 минуты. Обе группы набрали и штрафные очки. Победила команда на машинах Ипсум. Свои выводы озвучили и инструкторы, ведь многих интересовало, какие нарушения они допустили. Чаще всего водители вовремя не включали указатели поворотов. Делали остановки для пересадки контролёров, где придётся. На железнодорожных переездах не смотрели по сторонам. Ехали по колее при наличии попутной чистой полосы. По нарушению скоростного режима, отметили судьи, замечаний не было.